Всем привет! Меня зовут Игорь Калиновский, я менеджер продукта, персонализация сайта Mainbox. Сегодня хочу сделать небольшой обзор этого модуля и рассказать, чем он может быть полезен для вас. За счет того, что вы заливаете все свои данные к нам в CDP, у вас появляется возможность персонализировать различные каналы, начиная от имейла, заканчивая в том числе программой лояльности. И сайт является тоже одним из каналов, которые можно персонализировать, и за счет персонализации которого можно увеличить выручку и конверсию сайта от 5 до 15% согласно нашим АБА-тестам. Подключая этот модуль, вы получаете возможность запускать поп-апы, встроенные блоки и виджеты рекомендаций. Начну детальнее с поп-апов и встроенных блоков. Для увеличения конверсии в заказ, течно работает механика социального выказательства. Это когда на странице товара вы показываете своему клиенту, что этот товар популярен, его купили или посмотрели определенное число раз, например, за сегодняшний день. Помимо этого, очень хорошо работают персонализированные баннеры. Это, к примеру, когда я посмотрел товары с женской одеждой, мне показывается акция или, например, обновление в коллекции в женской одежде. Либо, если я посмотрел товары из мужской коллекции, у меня показывается баннер с предложениями, связанные с одеждой для мужчин. Это очень тоже хорошо работает на увеличение глубины просмотра и конверсии в заказ. Супер механика для увеличения среднего чека, когда вы подсказываете вашему клиенту, сколько ему осталось добавить в корзину, для того, чтобы получить бесплатную доставку или любой другой бонус. Например, очень часто встречается на сайтах бесплатная доставка от 3000 рублей. Если у меня в корзине на 2500 рублей, то можно показать мне этот лап, и я добавлю еще товаров на 500 рублей и получу доставку бесплатно. И вы увеличен средний чек, и мне как клиенту очень приятно. Дальше. Механики, конечно же, для сбора имейла. Они позволяют вам собирать контакты и дальше на основе этих контактов коммуницировать. Но помимо имейла вы можете собирать и мобильные телефоны, подписки на веб-пуши и дополнительные данные. Например, делать опросы. На основе этих данных вы также можете выстраивать персонализированную коммуникацию в других каналах. Вы можете узнать у ваших клиентов, какой вид спорта они предпочитают, когда у них день рождения, или даже какой у них пол, для запуска механик вы можете использовать более 100 готовых шаблонов, или же загрузить шаблон по собственной верстке, а дальше настроить его прямо в интерфейсе. Посмотрим, как это работает на примере поп-апа для сбора имейла. В нем вы можете настроить частоту всплывания, например, указать, чтобы он показывался только один раз за сессию, чтобы не раздражать ваших клиентов. Также вы можете настроить внешний вид формы, отредактировать тексты, шрифты, стили и так далее, загрузить собственные картинки. Все для того, чтобы поп-ап был максимально интересным и соответствовал стилям вашего сайта. После этого вы можете проверить на сайте, насколько корректно он отображается, в том числе даже на мобильных устройствах. Две очень важных настройки — это условия всплывания и таргетинг. В условиях всплывания вы можете настроить, через какое время, при каких условиях должен показаться поп-ап. Это делается для того, чтобы не показывать его сразу, когда пользователь заходит на сайт, потому что это очень раздражает. А здесь вы можете, к примеру, сделать настройку «Показать через 10 секунд после того, как клиент зашел на сайт», либо, чтобы он посмотрел несколько страниц, либо же, даже если он уходит со страницы, можем также показать вам поп-ап. В настройках таргетинга вы выбираете свойства клиентов, которым вы хотите показать или не показать форму. Например, мы, конечно же, не хотим показывать поп-ап для сбора имейла тем, кто уже оставил имейл, и есть у нас в базе, и подписаны наши рассылки. После всех этих настроек информация о клиенте автоматически попадает в CDP, и вы можете, например, настроить «Welcome» — коммуникацию через имейл. Следующий блок — это виджеты рекомендаций. Он состоит из двух частей. Во-первых, это алгоритмы, начиная от хитов продаж, заканчивая персональными рекомендациями на основе машинного обучения. Все наши алгоритмы рассчитываются полностью автоматически, но при этом у вас есть возможность внести свою экспертизу в их настройки. К примеру, алгоритм ручного соответствия категорий. Например, он хорошо работает, когда вы хотите к верхней одежде рекомендовать обувь. Дальше вы указываете, что для категории «верхняя одежда» нужно рекомендовать категорию «обувь», а внутри уже происходит автоматическая подборка. Например, к конкретной куртке подбираются конкретные ботинки, которые чаще всего покупаются с этой курткой. За счет этой экспертной подборки вы можете улучшить качество рекомендаций на сайте и сделать его более персональным для ваших клиентов. Вторая часть настройки — это настройки отображения. Где вы можете указать, каким должен быть внешний вид и какие алгоритмы должны выводиться в виджет. Это очень удобно использовать, если вы хотите продвинуть определенные товары, бренды или категории. И в завершении по каждой механике вы можете посмотреть отчет прямо на ее странице. В отчете будут показаны конверсии в заказ, доходы и другие важные показатели. На этом все. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...